Я являюсь представителем Канаковского фаянса, который в сотрудничестве с Ассоциацией Союза малых товаропроизводителей выигрывал грант. Мы являемся их помощниками, предоставляем помещение, предоставляем наши материалы для обучения на художника-керамиста, живописца, модельщика. Эти курсы рассчитаны на 9 месяцев обучения. Желающих было много талантливых людей, еще больше. Конкурс был сложным, отбор был очень сложным. Набрано в общей сложности 4 группы, 45 человек, которые занимаются на нашем производстве. Обучаем технике производства фаянса. Окунаем до половины и держим примерно секунд 5. Вынимаем и проверяем. Сейчас она чуть-чуть засохнет. Видите, она сразу белеет, она сразу высыхает. Керамика вообще очень интересное дело. Она сейчас модная, такая тенденция модная сейчас и востребована. И поэтому я тоже решила и студию, то есть наша студия тоже захотели этим заняться. Первые занятия у нас были вводными, когда мы рассказывали, с чего все началось, ну и чем все закончилось. Все знают о банкротстве фаянсового завода. Далее мы познакомили наших учеников с художниками, которые работали. Многие из них работают и сейчас у нас на нашем производстве. В этом и заключается передача опыта. Мне 73, но мне это интересно. Я скульптор малых форм и мелкой пластики. Мне это знакомо, но закрепить не помешает. Вот уже сегодня у нас третье занятие. На первом занятии мы, значит, делали котиков. Уже сегодня они уже готовы. И глазировка, и все. Ну, сразу с первого занятия я вижу сама ошибки. Передача навыков промысла Хнаковского фаянса, тот, который существовал с 1809 года в нашем районе. Это наша ценность, это наша история, это наша память. Очень хочется, чтобы это все сохранилось. Поэтому в наших интересах как можно больше людей охватить, как можно больше информации передать, научить всему, что знаем сами, чтобы это сохранилось, чтобы это имело какое-то продолжение.